А соавтора вы будете информировать? Я имею ввиду писателя Пелевина. Я бы с удовольствием проинформировал соавтора Пелевина и пригласил бы его, конечно, может быть, пользуясь случаем, кстати, сказать, приглашу его, вот или сейчас приглашаю. Уважаемый Виктор Олегович, по-моему, Виктор Олегович, я от души искренне приглашаю вас на наше мероприятие, но боюсь, что он не отзовется, потому что за те 20 лет, которые прошли со времен выхода этого альбома и вообще этого проекта, мы с ним больше не виделись. И несмотря на то, что у меня даже были какие-то попытки на него выйти, в частности, несколько лет спустя после этого проекта «Нижняя тундра», мне позвонили ребята с фирмы «Союз», по-моему, и сказали, что они хотели бы моим голосом озвучить аудиокнигу «Чапаев и пустота», ту самую книгу, которая нам тогда так нравилась, и в результате почему мы обратились именно к Пелевину. Я сказал, да, окей, пожалуйста, с удовольствием, мне это интересно, но сам автор знает, что вы просите меня озвучить? Да, автор знает. То есть он следит? Он, по крайней мере, тогда он следил. Я действительно потратил там 8 или 10 смен, это была большая работа. Мы выпустили эту аудиокнигу, она озвучена моим голосом, но даже после выхода этой книги он ни разу не позвонил и даже, ну, просто, ну, хотя бы не сказал. Мне было интересно, я им говорил, ребятам, что, ну, как, может, свяжитесь с ним, узнайте, что Скляру интересно его мнение. Нет. Тишина. Наверное, он инкогнито придет 7 марта. Я не удивлюсь. Это вполне будет в этом его стиле, по-моему, совершенно.